МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На центральной площади столицы региона прошла акция, приуроченная 80-летию окончания битвы за Кавказ. Для самозанятых бесплатно. Самое интересное об обучающих курсах по продвижению бизнеса расскажем сегодня в выпуске. Готовимся к домашнему чемпионату. Дагестанские спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата готовятся ко всероссийским соревнованиям по аппарат-квондо, которые пройдут в Каспийске. Безналом дешевле. С 15 октября проезд в махачкалинских троллейбусах повысится с 15 до 20 рублей при наличной оплате и с 13 до 18 рублей при расчетах банковской или транспортной картой. Об этом сообщает Управление транспорта администрации города. Причину такого решения у мэрии столицы объяснили ростом цен на электрическую энергию, запасные части и на другие материалы для транспорта. Напомним, что долгое время троллейбус оставался самым дешевым и доступным средством передвижения для многих жителей столицы республики. В основном на нем передвигались малообеспеченные категории граждан, пенсионеры и студенты. В Дагестане отремонтировали 11 километров дороги Махачкала-Буйнакс-Клеваши-Верхний-Гунипы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса. Работы включали в себя расширение проезжей части до четырех полос устройством асфальтобетонного покрытия, постройку трех подземных скотопрогонных переходов и установку новых знаков, ограждений и освещения. Данное направление имеет ключевое значение для экономического развития близлежащих районов. Слаженные действия и быстрая реакция. В Дагестане прошли тактика специальной занятий спецназа Росгвардии на базе учебного полигона в поселке Ленингент. Бойцы совершенствовали свои профессиональные навыки и умения по огневой, физической и медицинской подготовке. Также спецназовцы отработали совместные действия при поиске, блокировании и нейтрализации условных преступников. Махачкале развернули самое большое в мире знамя победы. Акция, приуроченная к 80-летию окончания битвы за Кавказ, прошла на центральной площади столицы. Под патриотическую песню журавли 90 школьников и студентов из 32 субъектов России, Белоруссии, Таджикистана и Киргызстана члены движения «Непокоренных» торжественно развернули красный флаг. К мероприятию присоединились и официальные лица. Дружеские встречи представителей Муфтията Дагестана в регионах России и стран СНГ продолжаются. На этот раз делегация во главе с полпредом Муфтията Республики в Средней Азии Мурадом Исмаиловым посетили Узбекистан, Казахстан и Киргизию. На местах прошли мероприятия с участием местных жителей, студентов и первых лиц духовенства. Позвольте, в первую очередь, передать наилучшее приветствие от нашего Муфтия. Саламу алейкум, рахматуллах и таалу, баракату. Мы находимся сейчас в Рабио-Авале, месяц, которым родился наш любимый пророк Мухаммад, саляму алейкум, и с этим событием тоже поздравить вас. Мы также, в частности, наш Муфти, он старается делать выходцы Дагестана, которые живут в Азии, чтобы они уважали культуру, чтобы они уважали братские отношения. Мы знаем, что Ислам нас к этому призывает, ахаму алейкум, и стараемся над этим, чтобы еще больше работать, чтобы наши братья вели себя достойно. И вот это основная задача. Саламу, к нам очень близко, мы постоянно развиваем между корректированные наши братские отношения, укрепляем сегодняшнее прибытие, сегодняшний зеркал, вашего к нам претензии доказывать и показывать все новые отношения всегда вместе. Отметим, что для представителей Муфтиата Дагестана стало доброй традицией ежегодно в месяц Рабио-Аваль выезжать в регионы России и страны СНГ. Цель – укрепление братских отношений с представителями религиозных организаций на местах для проведения духовно-просветительских мероприятий с дагестанцами, проживающими за пределами республики. Практические знания и стратегии по созданию и продвижению бизнеса на маркетплейсах 2023. Под таким названием в Махачкале проходит бесплатное обучение для самозанятых граждан. Все подробности мероприятий смотрите в сюжете наших корреспондентов. В течение трех дней эксперты из Татарстана учат дагестанских предпринимателей вести бизнес на таких площадках, как Вайлдберрис и Озон. Много заявленных тем, еще больше информации, которая поможет получать хорошую прибыль от продажи товаров. Приехали спикеры в нашу республику по приглашению Центра поддержки предпринимательства Дагестана. Данное мероприятие проводится в рамках нас проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуально-какаловской инициативы. Мы проводим второй обучающий курс по продвижению на маркетплейсах. То есть это трехдневный интенсив, где наши самозанятые граждане получают образование по выходу на маркетплейсах, как работать на самих маркетплейсах, как продвигать свой бизнес с международными поставщиками. Что такое маркетплейсы и почему это одно из самых перспективных направлений предпринимателям из Махачкалы рассказала представитель компании «Фабрика бизнеса». Каждый, кто находится в этом помещении, заинтересован в достижении успеха. Слушатели задают все интересующие их вопросы. Пока это была у нас как вводная часть, поэтому их интересуют все моменты такие, как отгрузить, где лучше, какой товар лучше отгрузить, на каких складах это находится, как осуществляется доставка. То есть такие прям базовые вопросы. Я думаю, данные вопросы они пока задают, потому что не знают много информации. На этих трехдневном интенсиве, когда другие спикеры расскажут о других своих темах, они все свои вопросы уже закроют и я думаю, они уйдут здесь с полной информацией. У них уже даже не будет никаких вопросов. Эльвира Газалиева из Махачкалы ведет бизнес вместе с супругом под брендом «Хазбулатов», названный в честь сына. Она размещает праздничные чайные наборы на «Вайлдберест» с 2022 года. В дальнейшем планирует перепродавать детские товары. Девушка признается, что знаний, которыми она обладает, недостаточно. Поэтому и пришла на трехдневный интенсив. Понимаете, даже те знания, которые есть, они же взяты где-то на просторах интернета или на каких-то, допустим, обучающих семинарах и мастер-классах. И спрашивая, здесь даже задавая вопросы, получается, я подтверждаю свои определенные знания и получаю ответы на те вопросы, которые мне интересны, которые я могла догадываться, спросив. А тут, получается, получаю четкий полный ответ от людей, которые этим занимаются, которые на основании своего опыта говорят об этом. Центр поддержки предпринимательства Дагестана находится в Махачкале по адресу Гагарина, 120. Специалисты здесь предлагают предпринимателям, самозанятым гражданам и физическим лицам меры государственной поддержки. Они обещают помочь любому начинающему и действующему бизнесмену. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. Дагестанские спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата готовятся к чемпионату России по аппаратэквондо. Учебно-тренировочный сбор команда проводит в Махачкале в школе по адаптивным видам спорта. Главный старт сезона пройдет 15 октября в Каспийске. На одной из тренировок нашей команды побывал и Курван Рагимов. В учебно-тренировочных сборах задействованы все лидеры сборной Дагестана. Всего 27 спортсменов. Костяк команды составляют медалисты Паралимпийских игр, чемпионы мира и Европы. Настрой у всех боевой, но побороть волнение на чемпионате России будет нелегко. Выступать придется перед родной публикой. В основном, я бы сказал, дается спортсменам, наоборот, стены помогают. Но у этих ребят, у них чуть-чуть своеобразное мышление. Они, наоборот, могут больше загрузиться. Поэтому здесь стараемся их разгрузить, объяснить, сказать, делитесь, как дрались, чтобы ответственность на себя не брали. Дагестан пять лет назад уже принимал чемпионат России по Паратэквондо. Лидеры команды Магомед Загири Салдибиров и Алясхаб Рамазанов тогда отметились золотом. Сейчас они тоже в обойме. Главные надежды тренерский штаб связывает также с медалистами Паралимпиады в Токио Зайнудином Атаевым и Данилом Сидоровым. Настрой хороший, команда тоже настроена. Сейчас у нас в данный момент проходит уже заключительный этап. До этого мы проходили в кармане на берегу. Сейчас уже заключительная техника тактическая. Команда в хорошем боевом настроении. Сейчас уже заключительная неделя осталась. Уже техника, тактика. Кто-то вес сгоняет. А так в целом все нормально. Травмированных ребят тоже нет. Настрой дома. Все равно домашний чемпионат по-особенному интересный. И родные приходят, близких много болельщиков. И мы в свою очередь будем, я шелла, делать все, чтобы радовать своих, свою республику, родных. Настрой хороший. Мы у нас одна из таких лидирующих команд. Победа на чемпионате страны обычно это прямая дорога на мундиаль. Но россияне уже второй год остаются без выездов, что не может не влиять на мотивацию спортсменов. Позитивные новости появились только неделю назад. Паралимпийцев могут допустить на игры в Париж в нейтральном статусе. Так-то у нас трое у нас всегда один. Прийти в игры, тем более у себя дома проходит чемпионат. Тоже немножко давит, потому что дома так. Сами знаем уже, к чему стремимся, к чему идем. Потому что нет международных. Наши соперники все ездят, которые в тройку не попадают на международном. Когда мы выступаем в сборной России, вот чемпионом мира, чемпионом гран-при становятся в всех весах. Ну, что делать? Надо выступать. Раз давно уже в этой теме. И тренера тоже что-то подгоняют. Говорят, давайте, может откроется, может будет соревнование. То есть, вера и надежда и желаете, да? Чемпионат России 15 октября примет Каспийский дворец спорта имени Али Алиева. Ожидается участие порядка 150 спортсменов из более чем 25 регионов страны. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши новости также и в социальных сетях. Хороших вам новостей, приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин